здравствуйте дорогие подписчики отдел новостей издательского дома крестьянин вернулся с вынужденных каникул и мы снова готовы знакомить вас главными аграрными событиями в стране а событий в ноябре действительно было много минсельхоз россии впервые официально объявил какой будет квота на экспорт зерна кроме того заявлено повышение пошлин на подсолнечник а также новые ограничения для рынка пшеницы кукурузы и ячменя обо всем этом поговорим сегодня в выпуске ноябре случилось то чего все давно ждали минсельхоз россии официально заявил что во второй половине сельхоз года будет действовать квота на экспорт зерна она установлена в размере 15 миллионов тонн именно такой объем пшеницы ячменя кукурузы и ржи зернотрейдеры смогут вывести с 15 февраля по 30 июня 2021 года в принципе квота не очень сильно ограничит рынок особенно с учетом того что сейчас экспорт идет в усиленном режиме мы обережаем график прошлого года на 20 процентов уже вывезено 29 миллионов тонн зерна и продуктов его переработки в том числе пшеницы вывезли 21 миллион 300 тысяч тонн интрига заключается в другом в следующем году вот будут распределять по историческому принципу это значит что те компании которые больше вывезли зерна до 31 декабря текущего года смогут претендовать на больший объем в этой квоте директор центра про зерно владимир петриченко считает что квота негативно повлияет на рынок поскольку заставит наших экспортеров сейчас вывозить как можно больше зерна в расчете на большую долю в квоте фактически рынок пополнится большими объемами пшеницы ячменя кукурузы которые мы готовы продавать и скорее всего это повлияет на цены они снизятся буквально вчера в ростове на дону прошел онлайн форум донской экспортер и там замминистра сельского хозяйства алексей панкратов тоже высказывался в отношении квоты он предположил что в ближайшие месяцы которые традиционно считаются месяцами умеренного экспорта мы увидим всплеск продаж зерна и скорее всего в 2021 году повторится история этого года когда квота была выбрана раньше того срока на которое она рассчитывалась и в конце весны начале лета трейдеры просто ушли на каникулы в глобальной перспективе квота исторический принцип ее распределения может привести к тому что количество экспортеров на рынке сократится предупреждает российский зерновой союз принципе эта тенденция была заметна еще в 2019 году тогда количество компаний экспортеров сократилась с 216 до 110 компаний заявила глава аналитического департамента российского зернового союза елена тюрина в ближайшей перспективе если количество экспортеров сократится то конкуренция на рынке уменьшится и цены наверное будут не такими высокими но пока сложно говорить о причина следственной связи однако на прошлой неделе пшеница стала дешеветь по данным разных аналитиков цена на пшеницу с протеином 12 с половиной процентов в глубоководных портах снизилась на где-то на 2 доллара за тонну и сейчас составляет 252 253 доллара за тонну впрочем квота это меньшее зол которая угрожает зерновому рынку пару недель назад издание ведомости сообщило что ряд отраслевых союзов обратились к премьер-министру михаилу мишостину а также к вице-премьеру виктория абрамченко с просьбой дополнительно квоте ввести пошлину на экспорт зерновых сейчас эта пошлина равна нулю документ подписали такие отраслевые объединения как национальная мясная ассоциация куда входят группы мира торг и черкизова а также другие компании ассоциация кондитеров асконт национальный союз свиноводов а также ассоциация русская мука те кто подписали письмо указывают что квота вряд ли сможет снизить цены на зерновую продукцию внутри россии скорее всего просто закрепит их на исторических максимумах а вот то что действительно могло бы повлиять на рынок так это пошлина правда размер ее не уточняется на уже упомянутой мной конференции донской экспортер замминистра сельского хозяйства ростовской области алексей панкратов отметил что в аграрном ведомстве ростовской области никаких данных о повышении пошлин пока нет однако естественно производители юга россии выступают против этой меры в частности глава зернового союза сельхозпроизводителей ростовской области юрий паршуков указал на то что в этом году урожаи на юге россии были невысокие кроме того очень плохо прошла пассивная озимых зерновых ну как вы знаете осенью было очень сухо поэтому всходы получены редкие плохие вот мало кто может похвастаться хорошими всходами особенно этот вопрос актуален для ростовской области и для ставропольского края где вообще 80 процентов посевов не взошло это значит что весной придется пересевать или досевать и естественно затраты на весеннюю кампанию сильно возрастут так что высокие цены которые сейчас установились на рынке не позволят сельхозпроизводителям сильно обогатиться но зато позволят и мы не понести убытки при подготовке полей добавила жару в ноябре турция эта страна которая является главным покупателем российского подсолнечника решила снизить пошлины ранее они составляли 13 процентов турция их просто обнулила и такая нулевая вазная пошлина будет действовать до 30 июня 2021 года причем пошлина распространяется не только на подсолнечник но также на соевые бобы и семена рапса это решение турции вызвало большую беспокойность у российских переработчиков подсолнечника они ожидают еще большего роста цен на эту культуру масло жировой союз россии отметил что в начале года тонна подсолнечника торговалась по 19 тысяч 800 рублей к марту цена возросла до 21 тысяч 700 рублей в июне тонна подсолнечника стоила уже 27 тысяч рублей а 13 ноября по данным масло жирового союза тонна подсолнечника достигла рекордных 40 тысяч 600 рублей справедливости ради надо сказать что подсолнечное масло на мировом рынке тоже дорожает его экспортная цена достигла то есть уже превысила 1100 долларов за тонну но маслозаводы все равно хотели бы меньше конкурировать с иностранными переработчиками за сырье поэтому масло жировой союз предлагает правительству россии поднять экспортную пошлину на подсолнечник до 30 процентов как вы знаете весь этот год объединение просила увеличить пошлину с нынешних шести с половиной процентов до двадцати процентов но не менее 80 евро за тонну теперь же масло жировой союз просят повысить планку еще больше до 30 процентов никакого официального ответа минцельхоз россии пока не дает однако масло жировой союз говорит об этой пошлине как о деле совершившимся вот например цитата с сайта союза ну а пока же аналитики в том числе совыкон голова совыкона андрей сизов говорят о том что в россии похоже действуют неформальные ограничения экспорта многие зерно трейдеры не могут вывести подсолнечник потому что россельхознадзор не выдает им фитосанитарные сертификаты на продукцию глава комитета по апк ростовского отделения опоры россии михаил марышев заявил что сейчас не могут уйти из портов примерно 11 теплоходов как раз из-за отсутствия документов в ноябре переработчики молочной продукции продолжали бороться за то чтобы отложить старт внедрения этой системы теперь на сторону молочных заводов стал уже и минпромторг россии его представитель олег тухватулин заявил что с 1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для производителей и импортеров сыров и мороженого для молочной продукции сроком хранения более 40 суток требования обязательной маркировки вступят в силу с 1 декабря с 1 сентября 2021 года для остальной молочной продукции с 1 декабря 2021 года однако речь идет пока еще о партийном учете продукции непосредственная поштучная прослеживаемость станет обязательной с 1 декабря 2023 года это решение минпромторга поддерживает молочный союз россии его глава людмила маницкая сказала что благодаря переносам сроков старта у молочной отрасли будет еще три года на то чтобы наладить все складские и логистические процессы но тем не менее маркировки нам судя по всему не избежать дорогие друзья мы опять находимся базилевки это крупнейший больничный комплекс причем от вола от нижнего новгорода до башкирии вот и мы уже который год занимаемся помогаем этой этой больнице здесь около 1200 людей больных то есть страждущих которым надо гулять работать трудотерапией заниматься и вот мы осенью посадили сад вот здесь вот если посмотреть тут сотни яблонь слив смородины очень интересно вообще это движение такое сейчас вот закрывают закрываем сеточкой чтобы не мыши не зайцы не повредили эти деревья а сегодня вот сейчас вот зима началась начало ноября и как только в ноябре в минус уходит чтобы был минус температуры днем и ночью можно сеять поделать подзимные посевы сейчас подзимные посевы это морковь салаты всевозможные чтобы уже весной на месяц раньше но двух до четырех недель раньше появились свежие овощи витаминные и чтобы люди могли работать мы люди могли питаться этой прекрасной зеленью вот этим мы-то мы-то помогаем честно говоря не так много потому что и здесь они сами работают но для них очень важно то что у нас есть специалисты у нас есть супер агрономы вот ирина леонидовна минсулу фатхудинова здесь у нас участвовал сам директор не сельского хозяйства например ильдар олегович потом цветник урала дэнил дэнил александрович это супер специалисты у них великолепные саженцы те саженцы которые но если сказано что такой сорт значит такой сорт качественно великолепно я вот сам всем рекомендую сам беру только у них вот просто мы для души здесь работаем вообще это учреждение на для лечения души на самом деле это психиатрическая больница и причем мы помогаем не только тем людям которые здесь работают но мы и себе помогаем вам просто приятно что мы оказываем людям пользу и просто все корость коммерция коммерция а вот для души и вот мы призываем и других предпринимателей работы полно помогайте вам будет хорошо и вам будет душе приятно и бизнес пойдет все пойдет если вы тоже занимаетесь благотворительностью если у вас есть интересные истории или видео присылайте их нам на почту info собака агробук точка ру кроме того мы по прежнему хотим оставаться с вами на связи и просим в комментариях написать какие у вас всходы с какими результатами осенней пассивной вы подходите к зиме будьте здоровы всего доброго